Девушки отдыхают 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 Д Democrat Девушка отдыхают Девушки отдыхают уже бомба. Просто здесь такой расклад, что Митя уже сделал достаточно интересный выход в А, но не внимательно сыграл. Не ожидал увидеть там Сеню. Все, центр падает у дат-тим. Но слишком долго сидели. Слишком долго сидели. Надо было выходить и действовать, пока Сеня один дефил, а теперь уже сделать что-то будет сложно. Остается мировой Эдит. Он же товарищ Яскин, если я не ошибаюсь. Будет играть на сейве АВП. Давайте посмотрим. Да, Георгий Яскин. Георгий Яскин, он же WorldEdit. Сверились с составами. Counter-Terrorist Win и WorldEdit сидит. По-прежнему. Ну, сейвить АВП тоже хорошо. Вот за сейвить АВП лучше, чем не за сейвить АВП. Каждый это понимает. Все-таки 5000 долларов потом вам никто не вернет. Просто так. А тут хотя бы авик останется и на флешку да прибудет на флешку. Слем, где ставки на кэш ставить? Дай ссылку. Но я могу посоветовать только вот из сайта в HellTV.org. Я не знаю, есть ли на Virtus.pro тотализатор. Знаю, что на Game Inside UI есть тотализатор. Вообще на Game Inside вроде он уже как давно и там даже пользуется спросом. Но ставки опять же ставки на фантики. Хочется ставки на денежки уже. По-моему, раньше был XLBet, но его прикрыли, потому что компания начала... Ну, компания работала в минус с учетом того, что не было трансляций. Не было трансляций, было много договорников, по-моему. Но теперь все жестче. Теперь там можно. Ну и на HellTVorg основные сезоны ставок проходят. На StarLadder со следующего сезона будут ставки. Попросим, наверное, еще и... Просто это все хочется делать опять же в рамках StarLadder, а не работать с сайтыми партнерами. По той причине, что это слишком-слишком проблематично на данной стадии в этом рынке. Ладно, это уже оставим аналитикам. А тут давайте смотреть за встречей. Подошли сейчас даты подапт. Поставили бомбу. Нави играют на выбивание. Ко мне приходит Юра Страйк Терещенко, приносит мне стакан с кофе. А Нави должны выбить трех игроков атаки. Как ни крути, это сделать тяжело. Эдик вместе с Убиком отрезают Делпан. Перестраиваются сейчас Нави под Марика. А, вот оно выбивание. Тот раунд, который Зевс рассказывал. Ну, почти. Почти тот. Только Зевс умер и закончил весь этот расклад. Ваня дарит свою пользу. Старик сразу же забежал с дефить бомбу как можно быстрее. Ну и счет становится 2-3. Нату с Винцер тормозят. Еще один девайс на раунд. А Дат Тим на этот раз двумя потерями. И Дат не сыграли гибко. Ну, вот до плента дойти поставить бомбу. Скилл, конечно, нужен. И он у Даты есть. Но дальше-то что? Дальше-то что? Ну и слишком Даты медлят. Вот по позициям. Например, первому девайсному проиграли, потому что тупо остались на центре. В невыгодных позициях стоять и простояли слишком долго. Вследствие чего Нави сделали выпад и спокойненько по одному отштопали всех. Второй девайсный раунд проиграли. Могли намного увереннее выиграть, если бы Митя выбивал Сеню. Но Митя не выбил Сеню. И сложности продолжились. Здесь сейчас происходит тоже... Ну вот момент, когда Дат Тим пытаются подготовить раскидку, а плента Сеня зачекал... Ой-ой-ой! Сеня вообще великолепно изолировал сейчас ковры, чтобы с одной точкой побороться на 100% и не делить себя и не разрываться между двумя позициями. Ну и, как видим, трон он принимает, забирает также Убика. Странно, почему два девайса не зафокусили, ковры его разменивают, но Эдик остался здесь в паре с WorldEdit. У WorldEdit 20 хп и Маркелов не изолирован в перемычке. Опять же, отсутствие дыма в перемычке это Марик. Что такое Марик без дыма в перемычке с АВП? Это называется вообще... ШАЙТАНАМИ! ВСЕЙ КОМАНДА ШАЙТАНАМИ! ШАЙТАНАМИ! Маркелов становится МВП этого раунда. Сеня на самом деле сыграл роль намного важнее, чем Марик, потому что Сеня опенфрагеров убил и не дал закрепить за собой трон, при том, что не дал стрелить плент. Но всему виной, опять же, кривая раскидка от датов. Вроде бы как бы дат должны были изолировать перемычку от Марика, зная, что он играет с АВИКом, но не сделали этого. Ну и он спокойненько добрал. Сейчас будет Эдик падать. Или не будет Эдик падать. Нет, Эдик хочет Маркелова с пистолета здесь убить. Ну, давай, Иванов, удачи. Вот, молодец, Иванов, садись пять. И Иванов, всё, Иванов сел пять. Вот как бы Амарик здесь как в клетке. Через решётки смотрит. Прикольчики, прикольчики. Но сейчас будет тёмный попутчик Сергея Щука работать за всю команду НАВИ. Ну вот не дают Датким здесь, как видим, Стариксу сделать фарм халявный, как бы Сака. Не дают ему здесь делать демки мувики. Но Серёжа здесь изрядно неплохо и так напрягает прострельщиками, давая понять, что я здесь. Я стреляю, парни. Эй, вы должны выйти на меня. Тут уже, по-моему, вся команда НАВИ знает, что происходит. Знает, что все под Б. Старикс выцепляет первого. И вот пытается на рандоме здесь что-то сделать. Маркелов, Старикс, Зевс. Всем досталось. Всем досталось, но Старикс MVP. Красавчик. 4-3. И вот он первый раунд преимущества в пользу команды НАВИ. НАВИ могут сейчас датам обломать, по-моему, их стабильные первые половины. И сделать из них нестабильную первую половину. Но надежда на вторую. Кстати, ножи выиграли НАВИ на этой карте. Вследствие чего начали играть за защиту. В атаке остались даты. Это нехороший, конечно, расклад для них. И у даттима играется сейчас фаст Б. Сеня будет играть в контр-пуш на яму. И, по-моему, Убика он уж точно должен убивать. Убик, кстати, должен первый открываться. И Б. Пуш разворачивается с зажиманием медла. И Ваня Эдвард может сейчас сыграть очень плохо. Ну вот, он здесь немножко потерялся, не довел. Но даты грамотно запирают центр с двух сторон. Убик сразу разворачивается и уходит. Ворлдид пытался с ВП отстрелить Форест на Б. Но ему этого сделать не дали. А флешили. Зевс минус Бист. Разменял таки центр. 4 в 4 в равенстве команды. Но по хп в меньшинстве, естественно. Но это Митя. Это Митя. У него флешка. И он может ей сейчас сделать хороший, хороший проброс. Ну вот дает проброс антиаркадный на Сеню. Читает игру украинского игрока. И Сеня просто взял и ушел. Ну достался фраг Эдику. 3 в 3 благодаря Эдуарду. Эдуард Иванов. Вот это вот игра. Взял и защитил просто аплэнг всей команды. Ну если уж сейчас дат не возьмут раунд за счет Эдуарда, то я не знаю, что спасет этих парней. Но Эдик продолжает бомбить команду Нави. Уничтожает вдобавок ко всему еще Марика. Но Старикс тут понимает, что идти здесь никуда не стоит. И темный попутчик попробует спрятаться. Именно под таким никнеймом из знаменитого сериала Декстер выступал недавно Сергей Щук. Щука. Щука называет его Юра. Сергей Щука. Вот. Но это то же самое, что засуньте там, да. Детская такая шутка была. Как сказать слово Щука? Не в курсе. Ай да на, 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 на. Минус Старикс. Ну, взяли даты. 4-4. Все-таки стабильность в первых половинах команду Даттим продолжает преследовать. Не, ну 4-4 это хороший счет. Правда, карта Мираж... Я вообще начинаю ненавидеть карту Мираж, потому что все команды с СНГ играют карту Мираж. Такое ощущение, что кроме карты Мираж играют только... Привет маме, кстати, моей. Хотел передать. Она сидит, смотрит стрим вроде. Ссылку попросила даже, бывает. Ну а мы продолжаем смотреть за встречей. И по поводу Миража. Нужен Тускан. Срочно нужен Тускан. Я надеюсь, что к следующему сезону Брутмап соберутся и сделают его. Деус минус Бист. Снова, кстати, Даттим разыграли также центр, только в качестве поджимающего с ящика сделали Убика. Бист сыграл также линейно через коридор. Ну, в коридоре он, по крайней мере, со своим пингом может убивать. Это уже хорошо. Конечно, плохо, когда позиции, дистанция, расстояние отталкиваются от пинга. Это мешает играть стабильный Counter-Strike. Каким бы он красивым не был, да, вот сколько бы непредсказуемых моментов мы не видели. Именно жесткой техники боя мы так и не увидим, я думаю, от команд, которые проводят сезон именно вот отталкиваясь от пинги своей. Это жесткий, на самом деле, напряг. Но будем надеяться, что ситуация исправится. Я вот все пытаюсь понять, убьет ли здесь Маркелов. Да, Марик убивает Эдика. 5-4. Слава богу, в этот момент его тиммейты заперли два в одного, мидл первого и второго. Ну, и Нави. Преимущество минус деньги у Датов. Что же делать? Что же делать теперь? Так, а мне пока что кидают скриншотец. Скриншотец. Неплохой скриншотец скинули. Хлебушек, чувак, бро, я тебе отвечу, только чуть попозже, пожалуйста, я посмотрел скриншоты, спасибо большое. Оставайся на связи, я с тобой свяжусь. А мы пока что продолжаем смотреть этой встречи. Зевс минус Эдик. Бист, Митя, выход. Бэшечка, и давайте смотреть. Так, Старикс, минус куча, бист. Ну, медленный раунд. Медленный раунд сыграли. Даты тянут время. Куда тянут время, непонятно. Зачем тянут время, непонятно. Если, конечно, они что-то обсудили по ходу, то все будет нормально. Если нет, то нет. Ну, и Старикс здесь MVP становится понятно. Слив под Б, и Сережа всех принял. 6-4. Два раунда преимущества за Натус Винсер. Вообще, Нави должны эту встречу выигрывать. Я вам сейчас напомню, что ситуация у нас такая, что первые семь команд, которые сейчас находятся в рейтинге SLTV Star Series, да и вообще в лиге, кнопочку Лигу на CSGO StarLadder.TV нажмите. Первые семь команд, имеет шансы на выход на лан-финал. Не, ну как семь. Первые шесть после первого места, потому что первые НИПы это всем понятно и ясно, а вот оставшиеся три команды вообще выглядят жестко. Ладно, давайте смотреть, что будут делать сейчас Натус Винсер. Вот у Сталикс такая позиция с ВП интересная, и Нави играют сейчас нестандартный свой такой расклад с упором на центр. Но даже если даты пойдут, вот, например, в пятером по центру и будут идти в перемычку, их здесь спокойненько запирают вот так вот, вот так вот, если выйдут с ямы, то сейчас сработает Сережа, Сеня будет просто ждать и не запускать вот на эту вот штуку, самое главное, трон отдать. Но отходят под тайминг на раскидку соперника, и... Опа! Старикс! Вот не ожидали даты здесь увидеть Старикса сразу, это ставит их небольшое заблуждение, но тем не менее, парни работают, Сеня и Сеня... Сеню зачекали, в итоге Сеня был обнаружен, его сразу моментально заткнули, не дав сказать вообще ни слова и не выстрелить ни одной пули. Кровожадные даты, кровожадные, вот нестандартный деф, аплента, выбили у Нави, и... 6-5 мы сейчас увидим. На табло. Эдвард, конечно, не сдается просто так, он нормальный мужик, и... Как какой-нибудь... Как какой-нибудь Фифларен мне в ситуации 1 в 3 не бежит умирать, а бежит грамотно сейвить. Фифларен, кстати, не грамотно сейвит свое АВП, когда остается 1 в 5. У него всегда желание сыграть агрессивный. Опа! Дядя Митя, привет! Соскучились! Эдвард его запилил. Ну и там что-то пытается сейчас какой-то царь прострел устроить Эдварду. Ну, я понимаю, я еще... А, э... О-о-о! А-а-а! Вот это орево! А-а-а-а! Вот это хорош! Ну это просто, знаете, два дурака нашли друг друга и такие простреливают стенку. Я думаю, они просто так стреляют, чтобы друг друга патролить, поугарать, а тут такие залетают царские. Ой, Ворлд Эдит! Ой, Ой, Яскин! Молодец, садись, пять Продолжаем смотреть за матчем Но вот такие моменты реально бодрости привносят в Counter-Strike Это радует, особенно в CS GO Прострел сработал Смотрим, Na'Vi поджим Сразу же от Сени в яму И он может сейчас вот этих всех накрыть парней Эдик будет открываться с плитом с ковров Нужен центр, но центр в качестве точки давления дат в этом раунде использовать не хотят Хороший дым от Сени И его сразу же зачекали, но его спрей здесь доставил Доставил неприятность тюбику, Эдик открыл Зевса Ну вот прострели, 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 Сенечка Вот, например, у поляков, когда Кубин отходит от ямы Либо лурт, он всегда начинает давать прострел И из-под плаца, и пули-то залетают через доску Беда Митя фейкует, B сейчас один В этот момент World League создаёт давление на Na'Vi Пока не понимают, что Чего хотят и куда хотят атаковать даты Но это последний раунд преимущества, по-моему, перед набором Нет, будет ещё бай у Na'Vi, есть деньги В экономике там всё замечательно Это значит, по экономике страдают даты А как раз таки не Na'Vi Но Na'Vi просто выигрывают сериями А дат раунд через раунд От этого денег и нету Сеня Сеня Ой, Сенька Сеня сделал минус 2 Дэмку-то хоть писал Смотрим, как он сыграет сейчас С Бистом Никак не сыграл здесь Бист просто Ну вот Сеня мансуется, мансуется Бист пытается поймать Сеню В итоге приходит Маркелов Даёт спокойно свои минус 2 И всё, и раунд заканчивается Такое ощущение, что Na'Vi играют Не на полном расслабоне, а знаете На... Вот Маркелов у них это как Вот выглядел в раунде Как финальный босс В какой-нибудь супер игре Типа Call of Duty И у него скилл, как у финального босса Соответственно, выше, чем у всех остальных Простых смертных Так вот Простые смертные, которые стоят на Апленте Такие Ладно, всё, Марик Давай следующий раунд играть Выходи, добивай Вот он выходит и делает минус 2 Ну что такое? Ну что же это такое? 7-5 Баба-ягодка опять И дядя Митя и компания На Аплент пытаются попасть Будут пытаться попасть сейчас И Биста тут отправили Ну вот что делать Казаху с пингом 120? Да, конечно, сидеть под Б Это Нормально, не скромно Но есть шанс сейчас выиграть выпад на самом деле О, ещё и дымок упал хороший Очень хороший дым На самом деле, Марика они изолируют Как раз таки боятся Маркелова при этом выходе Но никуда не идут Бист не защекал ни одной аркады с Б-пунта Поэтому сейчас по таймингу Нави могли и на стяжке отойти А хотя Марику и на дым вообще наплевать Дым? Дым? Да вы что смеётесь? Да я родился в... Да я в два зума в дыму вижу Лучше, чем вы видите в упоре Жопу слона Господи Вот это вот Сеня каскадёр Каскадёр Но Эдуард Иванов круче И две головы от Эдика Зашли как надо Плюс поддержал Казах своим фрагом по Маркелову Забирают АВП у Нави И это был основной ДМХ дилер Остался, конечно, здесь Эдвард в паре со Стариксом Но ошибки Ошибки на зиге от датов Старикс Айвик Да, Тим фейл за фейлом Да господи Что за трольная игра? Почему вы делаете это, ребята? За что вы так играете? За что вы так со своими болельщиками? Это вот Дат Тим New Level of Esport Tourism Киберспорт Туризм пришёл в интернет-матче Ужас Слэм, ты упорот, прекрати мне, написали Да вы видели, что произошло? Я не упорот Просто я не знаю, как на это смотреть адекватно Вы понимаете то, что они отдали раунд Имея преимущество по позициям И отдали раунд только потому, что первый вылез на Эдварда Второй попытался разменять Эдварда Хотя, походу, даже не понял, где тот стоит И Старик с такой СВП пришёл Последнего убил Ну это ж вообще ЖЕЕСТЬ! WorldEdit! Яскин! Ну ничего, вот и на месте Адат Тим, друзья, зашла Выход на бэплэнт От шока отошли Благодаря WorldEdit у раунд достаётся датам Есть шансы на 8-7 у дат Тим Давайте смотреть на деньги Последний раунд наиве проведут на девайсах Да у Эдварда там просто как будто банкомат вынес Такое ощущение, что где-то на мираже Вы заходите вот в какую-то из этих дверей Вообще выбирайте любую. Не, я думаю, что, знаете, банкомат стоит где-то, наверное, на Терри. Нет, нет, где же здесь стоит банкомат? Наверное, где-то здесь в доме он стоит. От этого и у Эдварда столько денег. Зевс вместе с Сеня заперли яму. Датки неоправданно быстро и рискованно играют. Но это стиль игры Микса. Это стиль игры Микса, это не командный бой, действительно. Вот связки какие-то у Датов на слоу, на медленных раундах работают, потому что действительно парни общаются, это видно, поэтому убивают. А на последнем раунде просто сыграли как сыграли. И, по-моему, отталкиваться хотели опять же от опен-фрага, а опен-фрага не было. Ну и дядю Митю здесь просто наказали. Наказали. Наказание через А, а не через О. Эх. Опа. Сейчас я забаню одного умника. Мейтирис его ник. Я его забанил. Какой банкомат. Ну, посмотрите денег, сколько там у Эдварда. Шесть тысяч, то есть он там, по-моему, ну у него шесть смертей, он там с одним девайсом провел всю половину. Красавчик. Просто красавчик. Ну и есть еще 20 секунд, чтобы команда могли выдохнуть. Передохнуть, скажем так, чуть-чуть. И после этого матч возобновиться. Меттерс. Месседж делатит. Да, месседж деликет. Удаляют наши суровые админы неадекватных чат-любителей. Ну вот пишут, что нави цари. А где ты банишь, Слэм? Я баню на Твиче. Почему Робан не соберет состав СК? Потому что Робан старый, и ему уже это не нужно. Ну как старый? Он сказал, что в новой дисциплине выступать не хочет. В CS 1.6 он играл... Кстати, вот я так и не понял, почему. Ну, видимо, просто новую игру не хочет учить снова. Как бы он один из первого поколения, я бы, наверное, назвал, профессиональных игроков. Это когда еще... Еще игрок времен, понимаете? Валли, мини-Валли, это как бы... Хитона. Это вот тот самый парень. И, конечно, жаль, что он не продолжает свою карьеру. Но, тем не менее, может быть... Его было бы неплохо, я думаю, слушать в качестве комментатора. У него достаточно хороший голос и неплохой английский язык. Ну, не самый плохой, по крайней мере, но понятный. А у нави здесь фаст-выход на Б-плэнт. Размен на 3-2. Эдвард выждал все-таки Зига. И Дядьмитрий не чекнул Фореста. В спину, конечно же, забегает Казах с пингом 100. Второй Казах, за которого мы, надеемся, в будущем сможем поболеть. Вот Бист в интервью сказал, что киберспорт в Казахстане мертв. Может быть, заставим Биста заниматься организацией турниров. И Адрене вместе с ним. Потому что пинг 100 играть-то никак. Поэтому, может, турниры на лане поорганизовывают для игроков в Казахстане. 10-6. Пульзунави. Первая пистолетка выиграна. Но, не побоюсь этого слова, это смертный приговор для Даттим. Все мы с вами понимаем прекрасно, что шансы у Датт здесь сделать камбэк настолько... Шансы просто меньше, чем самые маленькие перепелиные яйца на планете, которые существуют. Чтобы со счета здесь 10-6, еще и с проигранной пистолеткой, как бы, да, что-то попытаться отмочить. А пока что я смотрю, что покупают парни. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотрю, что покупают на следующий раунд. В смысле, просто в Хэлл СВ отражается. Ну, локт, да ладно. Дядик. Хороший минус. Вот сейчас Эдик должен с Ворл Эдитом дать выход на подхвате. Да-да-да-да-да, смотрите, смотрите, пушат. Пушат центр, но поздно. Вот опять не успевают они здесь считанные секунды. Просто выйти в преимуществе, чтобы дать хотя бы минус 2. Минус 2 на центре от защиты на эко, это хороший результат. Просто основное звено потом можно угадать, куда пошло. То есть 3 игрока, и обычно один из них всегда находится с бомбой, либо бомба где-то лежит и забирает парень. Ну и тем самым вы можете, например, сплит на Б убить. Ковры могут там выйти, да, но на них можно смело забить. Главное, что вы центр себе оставите, и после центра еще сможете пройти в ЗИК, и остаться на позиции там. Либо отрезать. В условиях эко можно попытаться отрезать. Ладно, смотрим, как сейчас Би сможет сыграть. Пока непонятно, прочекают его. Да, прочекали, вышли, сыграл внимательно Сеня и минус 3 от Сеня на Апланте. Ну вот, секретное оружие команды Na'Vi. В 1.6 был Челеникс. Здесь решили на Бизоне Сеню поюзать. Посмотрим, что будет дальше. Ну и 11.6 к вашим услугам. Минус 4 от Сеня, минус 1 от Стариксов. Счет становится... Я уже сказал, какой. Я жду действия от Датов. По 250. Отлично, еще один по 250. Три по 250. Ой, веселые ребята. Ой, веселые. 3b. А у Na'Vi, по-моему, быстрый выход на Аплант будет сейчас. Грандиозный быстрый выход. Нет, не быстро. Ну, на шифтаг тоже к яме подходят. Пытаются открыться. Вот калашников у Зевса очень хороший. Заметьте. На дальней дистанции он в игре за защиту с подобранным девайсом работал неплохо. Плюс скальта накрывал. Наказывал очень жестко. Ну, здесь Na'Vi, что, заполучили опять-таки плент и спокойненько разобрались с тянувшихся игроков дефом. Кроме Убика, конечно же. Потому что Убик, он будет сейчас пытаться... Пытаться подраться. Убик просто так никогда не сдается. Но, в итоге, пятно крови на полу в этом раунде говорит о том, что Убик сдался. 12-6. Ну, и вот оно, двойное преимущество от команды Na'Vi. После этого расклада... После этого раунда, если вот Даттим не выиграют, шансы вообще исчезнут. Даже на нормальный счет. Но я бы просто хотел, чтобы Датт хотя бы за этот сезон вот пришли... Вот если бы они пришли к тому, чтобы брали 10, 11, 12 раундов у топовых команд, действительно топовых, да? Хотя бы вот за две половины. Все были бы только довольны. Но не получается пока. Пока не получается. Ждем новых эпичных игроков, которые будут давить. Митти минус Эдвард. Отличный знак. С OpenFrag'а Даттим начинают. Свой первый девайсный раунд. Кстати, читают игру атаки. Знают теперь, что вырисовывался сплит B. После минуса Атмити тоже все стало понятно. А вот в этот момент играет свою роль Есенин, который в качестве заготовленной позиции выбрал ковры под апплентом. И это какой-то готовый раунд от Na'Vi. Потому что Сеня один закрепился сейчас на А. И при том, что ему никто здесь даже и сопротивляться не стал. Вот мне интересно его... А вон Ледит пропустил! Ой-ой-ой! Он пропустил Сеню на КТ! Вот если сейчас... И в перемычке дым лежит! Это минус АВП от Эдика должно было быть. Но Старик сыграл нагло. Пытался дать гранату, не уйдя с точки открытой. И пострадал Сеня. Пытается драться с Респайзиевс. Помогает ему разобраться с стянувшимся убиком. Три в три. Даттим уже вышли на выбивание. Ворлд Эдит должен сыграть сейчас за всю команду. И отбить Делпа. Но мы видим, что в киллбаре написано Марик, Сеня, Зепс. И... Ну, это дедлайн. Это просто мертвая линия. Как серия мертвых раундов от Даттим. Берем девайсов, встаем в позиции, гибнем и все такое. Ну, с другой стороны, Даттим сегодня позволили полякам на себе размяться. Сейчас вот Na'Vi начинает свой игровой вечер весьма неплохо. Для тех, кто в танке и не считает расписания на Старладдере матчей, и не считает расписания в принципе, даже не в ВКонтакте, где-то еще, скажу вам одно. Сегодня еще у нас много интересных встреч, которые мы посмотрим. На csgo.starluder.tv вы можете ознакомиться справа под телевизором. Со всей интересующей вас информацией. Ну, и, наверное, самый матч, наверное, этого вечера будет, конечно же, NIP против команды Na'Vi. Параллельно будут играть ESA и Magonary в 22.00 по Цету. В 21.00 по Цету у нас открытое время, и на него никто ничего не перенес, потому что параллельно EMS должны сыграть NIP с кем-то. Что же касается Virtus.pro и Alternate. Кстати, матч для Virtus.pro очень важный. Он сразу после этой встречи начнется, если нет, он начнется в 21.00 по Киеву и в 20.00 по Цету. Здесь, тем временем, два девайса себе намутили. Вот это вот да. Вот это вот да. Как ZEVS отхватил. Нечетко. После этой встречи мы смотрим DAT против KERCHNET. Это битва, по-моему, равных. Там будет борьба 50 на 50, потому что KERCHNET только-только в стадии сбора, скажем так, и только-только начали играть. Вот в последних матчах мы это видели. Ну, на десерт в любом случае не по NAVI. Дай бог. Дай бог, это будет интересная встреча. Я буду надеяться, что украинская команда даст отпор за все СНГ, за все вот эти вот страдания. 6 раундов берем, остальное не берем. 3 раунда берем, остальное не берем. 1 раунд берем, остальное не берем. По крайней мере, в онлайне, в Star Series NAVI могут их жестко отшлепать. И я буду в это верить до последнего. Все-таки в NAVI игроки с мировым... Не то, что с мировым именем, да, а игроки действительно высокого уровня. Несмотря на новую дисциплину, парни за короткий срок уже показывают хорошие результаты. Ну, статистика об этом говорит. Осталось только выиграть турнир. Играет, конечно, команда. Эдвард забирает дядю Митю, как видим, на поджиме в коврах. NAVI играют под Б, и это типичный Counter-Strike в исполнении. Особенно типичный Мираж. Ну, в CSGO мы все знаем, что они играют через занятия центра. Здесь был готовый раунд под Б, план сыгран. И сейчас ZEVS в качестве основного нежданчика для датов. Врубает Эдика. И WorldEdit. Ноша, ВП, ноша, ВП, ноша, ВП. Ну, тут даже до этого не доходит. Как видим, его разваливает ZEVS. И это 15-6. Ну, в сухую. В сухую, в общем-то, играют NAVI в свою пользу. И не давая вообще датам вздохнуть. Короче, первая команда, которая будет показывать результаты за Россию, станет, наверное, самой-самой-самой жесткой. Вот хочется действительно чисто русскую команду. Мне, как вот гражданину России, очень... Я очень этого момента жду. Знаете, в 1.6 вот столько было возможностей, столько было слов, пустую сказано, столько было составов, столько бабок в это вкладывали. И меценаты, и спонсоров находили. И, в общем-то, старались. Но на ВЦГ сборная России по Counter-Strike уехала, как, не знаю, как в кино сходить. Сколько вы тренились? Да, раза четыре играли. А Тускан играли, когда он только появился, я еще помню. Нет, Грачи, Грачи. Но в конечном итоге, все самое интересное оказалось в том, что комьюнити затроллило русских кейсеров. Русские кейсеры послали комьюнити. И комьюнити послала их, и теперь болеет за Нави. Молодцы. Молодцы. Не, ну были М5, конечно, были М5. Слэм, сделай настройки стрима. Как у дотеров СЛТВ. Я не знаю, что как у дотеров СЛТВ. У нас просто, видите ли, у дотеров СЛТВ 50 тысяч на стриме, а у нас 5 тысяч на стриме. Ну, 4 в данный момент, да? И у дотеров есть оборудование, потому что у них есть определенное количество людей на стриме. А у нас оборудование, даже если есть, то его завтра может не быть, потому что к тебе вполне спокойно в студию. Заходит кто-нибудь и говорит, а мне надо, и меня не волнует, я беру это здесь. Поэтому я сошелся на том, что лучше... Лучше хоть как-то комментировать с ноутбука, как сейчас, чем вообще не смотреть Counter-Strike. А так в ближайшем будущем все будет четко. По крайней мере, нам это обещали. 2 в 1, смотрим StarX. А, дядя Митя приземлил. Так, стоп. Дат-тим берут первый раунд во второй половине за 2 матча. За 2 матча парни берут первый раунд на девайсах во второй половине. Как такое вообще возможно? Почему такое получается? Что же будет дальше после вот такого экшена эпичного? Ну, а тем временем... Na'Vi будут продолжать наступать на датов. И они не то, что на пятки наступают, они им наступают прямо на горло. И сейчас Эдик просто не увидит здесь крышу. Я буду каждый минус вот так делать. Темный попущек StarX настолько темный, что его даже не видно было. WorldEdit пишет GG. StarX. Нет, Убик все-таки притормозил Сергея перед Аркадой. В яму. Вернее, не в яму, а в Делпан. Ну, вот сейчас была попытка на миллион сыграть. Либо от Мити. От Мити, Мити, да, запирал яму. И посмотрите. Na'Vi делают паузу в атаке. И хуч сразу же рвет на Б-плант, чтобы там кого-то не провтыкать. Убик остается контрить. С респауном. А. Ну, и Мити, естественно, играет в аркаду из-под Б-планта. Потому что смысла там сидеть, тусоваться нет никакого. Но находит Маркелова. И Убик теперь точно не понимает, а это или Б. Ну, и в итоге Эдвард ему разваливает кабину. Ну, такая вот игра, друзья. 16-7. GG пишут даты. Помогли Na'Vi набрать очков. GG пишут NATU с Винцер. Ну, и Na'Vi, наверное, можно пожелать сейчас только приятного прака и приятной игры в течение всего этого вечера. Потому что сегодня ночью им придется биться со шведскими титанами, которые в свою очередь также хотят биться с Na'Vi. И этот матч один из самых, наверное, наиважнейших, которые есть. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, а мы вернемся к вам после рекламы. Counter-Strike GO с вами сегодня смотрит SLAM. И будем надеяться, что далее нас ждет интересная заруба команды Kirchnet. Кстати, далеко не уходите. Вот последние три матча, которые будем смотреть, они самые сладкие, самые приятные на сегодня. Ну и забегая немного вперед, наверное, стоит озвучить также тот момент, что завтра у нас также будет интригующий день. Весьма необычный. 21 марта. Мы начинаем в 18.00 по Киеву, в 20.00 по Москве. И мы смотрим Fade ESC, Na'Vi Alternate, Na'Vi Virtus.pro, NIP против Fnatic и NIP против 3D Max. Но я думаю, 3D Max не сыграют завтра, потому что у них там уже свои расклады. Хотя, если за топ-8 побороться, то должны обязательно. Все, увидимся через несколько минут. Вернее, услышимся и будем смотреть за керчами. Девушки отдыхают Простите, что с такой? Наши продажи выросли на 20%. Что за волшебное устройство предо мной? Это ультрабук. Он разрешил мне его купить. С ультрабук все прочее кажется старомодным. Представляем ультра-стильный, ультра-быстрый ультрабук. Новую категорию компьютеров на базе процессоров Intel. Девушки отдыхают Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...